Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Дело в том, что я коллекционирую и изготавливаю инструменты разных времен и разных народов, в основном древние и те, которые насчитывают уже много-много тысяч лет. Сейчас я в руках держу инструмент, который распространен практически по всему свету, по всему земному шару, и он называется «Окарина». Это моя авторская работа. Когда у человека есть твердое ощущение своего прошлого, а прошлое – это наши предки, тогда можно говорить о хорошем и правильном будущем. Валерий Курас Заставляли задуматься и которые заставляли принимать правильные какие-то стороны, правильные решения, правильные делать поступки. Очень большую роль сыграла моя прабабушка в моей жизни. Был очень мудрый и очень необычный человек. Фартук, собственно говоря, я очень трепетно храню. Она мне когда-то в школе его еще шила. Шила чуть-чуть. Шила чуть-чуть восстановить, и вот я в нем все время занимаюсь своим творчеством. Отец у меня творческий человек. Он у меня с детства любил заниматься и чеканкой, и выжиганием, потом резьбой по дереву. Постоянно что-то, что-то он мастерил. Отчасти я у него взял это. И, наверное, благодаря тому, что отец заметил, что я вот с детства все время держу в руках ножик и что-то строгаю, что-то пилю. Он меня отдал в кружок резьбы по дереву. И вот с 11 лет, можно сказать, я начал идти по пути ремесленника. Купив свой первый музыкальный инструмент в обычной сувенирной лавке, понял, что ради музыки готов пересмотреть свою жизнь. Окончив Южно-Российский гуманитарный институт, получил профессию графического дизайнера, но в будущем объединил две страсти – музыку и дизайн, что определило направление собственного творчества. На мысль о создании первой свирели натолкнула подруга. Прислала мне фотографию свирели рядом с линейкой лежащей. И вот это был такой толчок примерно две, наверное, или две с половиной недели постоянного труда над тем, как извлечь, научиться делать свисток и извлекать звук. Но когда получилось, потом уже как-то вот понял, что я умею. Ни у кого не учился, помогал в чем-то, может быть, интернет. И буквально, наверное, через месяц пришла идея сделать Акариму. Не знаю, насколько хорошо и правильно это дело, об этом скажут мои дети и мои внуки, правные дети. Валентин к изготовлению музыкальных инструментов, как, впрочем, и ко всему в своей жизни, относится очень ответственно. Любой нюанс он исследует и доводит до совершенства. Его музыкальные инструменты пользуются большим спросом. Если говорить с физической такой точки зрения, то духовые инструменты, они очень сильные, потому что здесь задействовано дыхание. Дыхание – основа жизни. Ну, вообще, духовые, я их называю духовными инструментами. Звучит, может быть, как оговорочка, как вот духовые и духовные, но неспроста, потому что они способны трансформировать человека. Я вижу и чувствую больше, когда я играю на флейте. Флейта, она не соврет. Флейта, она не совпадает. Флейта, она не совпадает. Как известно, за плечами каждого мужчины стоит она, любовь всей его жизни, муза, хранительница его секретов и заботливая жена, великая женщина своего великого мужчины, Берегиня. Лёсик, а где моя труба? На полочке возле входа возьми. Берегиня? Берег, оберег, бер, инь, инь-янь. То есть женщина-хранительница. Он молодец, он очень хозяйственный. Он всегда знает, к чему можно применить свою мужскую силу. Мне не приходится делать мужских дел, потому что знаю, что у него золотые руки и на него можно в этом полностью положиться. Для меня очень важно, что он именно такой, какой он есть. Я его очень люблю, все его эти милые творческие заморочки. То, что он может проснуться ночью и сесть что-то делать. или наоборот, не спать целыми ночами. Это, конечно, очень здорово. Я его поддерживаю, потому что понимаю, что такое поток вдохновения. Потому что сама творческий человек. И сложно без этого жить, если это есть. Почему береги? Потому что она берегает и дает силы, дает какие-то вот такие порывы, чтобы создавать. Было до ее появления в моей жизни множество идей каких-то таких в голове. Знаете, так давно хочу, да вот все, руки там или ноги не доходят. А тут, как только она появилась, и начало доходить все. Валентин – известная личность в музыкальных кругах Ростова. Его часто приглашают поделиться опытом по изготовлению инструментов и игре на них. Как он сам шутит, выбрал профессию графического дизайнера с корыстной целью – сделать мир вокруг себя красивее. И, обретя определенный опыт, вдруг понял, что хочет им делиться. Провожу различные мастер-классы, обучающие для детей и для взрослых детей. Мне кажется, самое правильное, самое адекватное состояние – это состояние детского ощущения мира, когда каждый день, как в первый раз. Я занимаюсь с детьми, стараюсь им доносить самый главный мотив о том, что, приложив немного усилий, можно получить результат. Настроение вообще у вас какое? Хорошее. Вам вообще понравился мастер-класс? Да. А кому не понравилось? Никому не понравилось. Это хорошо, это значит, что все старались. Старались все? Да. А я старался? Да. Ну ничего, если у кого-то что-то не свистело, не получилось, ребят, самое главное, что вы попробовали. Конечно, я переживаю разные состояния. Бывает и горько, и сладко, и грустно, и радостно, но искренность должна быть. Мы находимся в доме-интернате для пристроенных номер два, и приехали сюда с целью поделиться своим настроением и поднять настроение живущих здесь бабушек и дедушек. Такую акцию мы сделали впервые, но подобные благотворительные жесты доброй души и от сердца я делал для детей, инвалидов, для детей, которые живут в детских домах или приютах. Хорошо, когда хобби переходит в работу. Это тот случай. Люблю то, что делаю, и делаю то, что люблю. Такой он, мастер-музыкант Валентин Шкандыбин. Живет вроде бы обычной жизнью, но цели перед собой ставят глобальные. Открытие духовно-этнического центра, организация ежегодного этнического центра, фестиваля в Ростовской области и масса других творческих проектов. И как огонь в печи, обжигающий глину, горит его душа. Он еще молод и амбициозен, но для достижения его цели у него есть самое главное – искреннее желание и любовь к людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok